Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Боже, я буду двигаться вперед», я не останусь здесь. Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию, смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом. Как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна» Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Начать хочу с того, что любые трансформации в человеке происходят благодаря взаимоотношениям. Запишите, трансформация происходит во взаимоотношениях. Это касается как положительных, так и отрицательных изменений. Если все ваше окружение ест такую же еду, как и вы... О, как стало тихо. А вы затихли, потому что конспектируете, да? Если вы и все ваше окружение постоянно тусуетесь в ночных клубах, то это лишь укрепит такой образ жизни. Слышите меня, да? Слышите? Если у всего вашего окружения такая же любовь к вредной пище, как и у вас, то вы понимаете, что изменения происходят благодаря отношениям. Скажу это иначе. То, что происходит в вашей жизни, поддерживается людьми, с которыми вы проводите время. Поэтому нам нужно определить, есть ли в вашей жизни место для изменений. Я не верю, что изменения возможны без подотчетности. Когда вы впускаете в свою жизнь человека, которого вы уважаете и к которому прислушиваетесь. Именно в таких условиях происходят настоящие изменения. Скажите аминь на это. Иными словами, вам нужно найти людей, которые будут друзьями вашего предназначения, которые знают, кто вы, к чему призвал вас Бог, и помогут вам прийти к этому. Хочу дать вам один из самых милых стихов Писания, но мне кажется, что здесь Иисус говорит о чем-то более глубоком, чем может показаться Евангелие от Марка, 12 глава, 30 стих. Перед этим фарисеи спрашивали, какая самая важная заповедь. Иисус отвечает, ты должен возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, всем разумом твоим и всею силою твоею. Это означает, что если вы любите Бога, то в воскресенье, когда по телеку футбол, вы в церкви, а футбол ставите на запись. Я пытаюсь перенести это в реальную жизнь. Люби Господа всем сердцем твоим, всей душою твоею, всем разумом твоим и всей силой твоею. Если вы любите Бога, то это означает, что вы не говорите. Я работаю шесть дней в неделю. Да? Вчера мы с Робом ужинали вместе, и он рассказал мне о своем общении с официантом в одном ресторане. Как-то в разговоре всплыло, что Роб – пастор в церкви «Волна». И официант так обрадовался этому факту. Он сказал, «Слава Богу, брат, мы оба из Царства Божьего». Роб спросил, «А в какую церковь вы ходите?» Он ответил, «Мы с моей девушкой просыпаемся утром и идем в ту церковь, которую Господь кладет нам на сердце». Но Библия говорит, что посаженные в Доме Господа будут цвести. Я не думаю, что можно цвести с таким отношением к церкви. Мы должны остановиться в каком-то месте, чтобы люди узнали нас, а мы их. Мы должны быть готовы открыть им свою жизнь. Это первая заповедь, но вторая такая же. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Нет никакой другой заповеди важнее этих. Давайте разберем вторую заповедь. Она говорит о взаимоотношении. Тут сказано, «Люби Господа всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумом твоим и всей силой твоей». Затем сказано, что вторая заповедь, подобно этой, «Люби ближнего, как самого себя». Я видел, как некоторые люди любят себя. Я не хочу, чтобы вы любили меня так, как любите себя. Вы меня слышите? Если вы себе не нравитесь, то других вы сможете любить лишь так, как себя. Аминь. И сегодня я хотел бы поговорить об отношениях, которые нам нужно иметь, и людях, которые нам нужны и не нужны. Признайте, что некоторые люди вам просто не нужны. Давайте поговорим на чистоту. Бог любит всех. Вы знаете, что я часто говорю о том, что в нашей жизни есть три категории людей. Как-то стало тихо. Итак, во-первых, те, которые наполняют вас. Знаете, таких людей, после общения с которыми вы думаете о себе лучше и начинаете любить жизнь. После встречи с ними, вы думаете, что способны перевернуть мир. Кто благодарен Богу за таких людей? Во-вторых, есть те, кого я называю нейтральными. Когда вы видите таких людей, то думаете, какие хорошие люди. Нужно будет с ними пообедать. А вы хотите узнать их лучше, но они нейтральны. Кто-то понимает, о чем я? В-третьих, люди, которые говорят о взаимоотношениях, о своей жизни, и при этом истощают нас. Когда вы едете, как они приближаются к вам, то чувствуете, как вас начинают покидать силы. Как говорил Иисус, кто прикоснулся ко мне? Я почувствовал, что из меня вышла сила. Вы готовы общаться и поддерживать таких людей, да? Но понимаете, что они вытягивают из вас силы? Кстати, пока вы не начали гордиться и превозноситься, вы должны понимать, что вы тоже вытягиваете из кого-то силы. Я хочу попросить вас, ну, если, конечно, человек, истощающий вас, не сидит рядом, напишите троих людей, которые наполняют вас, именно трех нейтральных людей и трех истощающих людей. Мне просто интересно, кому список истощающих будет написать проще, чем список наполняющих вас людей? Это может означать, что вы близки ко дну, и вам нужно прилагать усилия к тому, чтобы любить Бога и любить ближнего, как самого себя. Иными словами, вам нужно полюбить себя. Вы не можете нормально любить Бога или ближних, пока не поймете, что вы тоже в приоритете. Аминь. «Люби ближнего, как самого себя». Но я не хочу, чтобы некоторые люди любили меня так, как любят себя. Аминь. Научитесь любить себя. Расскажите мне о своих взаимоотношениях. Расскажите о людях, которые входят в ваш круг влияния. Нам всем нужно сочувствие, но нам нужны люди, конструктивные в своем сочувствии. Моя работа — говорить, если вы именно так зарабатываете на жизнь и выступаете по нескольку раз в неделю, то точно есть слова, о которых вы сожалеете. Кто-то меня понимает. У меня есть свой список, и мне не верится, что я мог такое сказать. И я очень сожалею о том, что сказал это. А иногда, как сегодня, мне любопытно, что я могу сказать. Сейчас комната кружится перед глазами, но все хорошо. У всех нас есть свой внутренний судья. И мы можем быть очень суровы к себе. Я должен был это делать. Или не должен, наоборот. Не могу поверить, что я так поступил. Какой же я идиот. И нам нужны люди, которые будут сочувствующими, но и конструктивными. Аминь. Я хочу рассказать вам о семи группах людей, которые есть в жизни каждого из нас. В самом конце списка будут люди, которые очень нам нужны, и для которых нам нужно будет находиться время и место. Мой список состоял из трех групп людей, но из этой книги я узнал о семи группах. Я хочу дать вам не просто мирской, а библейский взгляд на все это. Аминь. Итак, надеюсь, вы готовы. Номер один. Всем нам нужны тренеры. Те, у кого есть хороший послужной список, а также они должны быть доступными и открытыми. На них мы хотим равняться, а они готовы тратить на вас свое время и силу. Кем бы вы ни были, вам нужен такой тренер. Я помню, как Алиса родила первого ребенка. Шерон и Алиса близки. Но Алиса всегда была папиной дочкой. Слышите меня, да? Я водил ее на свидание с тех пор, как ей было четыре и до самой ее свадьбы. Мы с ней близки, но я увидел, что Шерон и Алису может объединить материнство. Я понял, что Шерон достаточно мудра, чтобы быть ее тренером. Алиса не задает мне вопросы о материнстве. Так Шерон превратилась в замечательного тренера для нее. Так же случилось и с Брук, когда у нее появились дети. Нам нужны люди, у которых прекрасно получается то, чем они занимаются, и которые могут научить нас этому. Мы говорим о том, что нужно любить ближнего, как самого себя. А я хочу спросить вас, кто тренер в вашей жизни? Возможно, в разные периоды. У вас были разные тренеры, в зависимости от надобности. Если вы занимаетесь бизнесом, вам нужен тренер по бизнесу. В вопросах брака вам нужен тот, у кого хороший брак. Не спрашивайте у человека, который женат четвертый раз, как построить хороший брак. В моей жизни был человек, который был доктором наук по коммуникациям. И он говорил, «Стив, тебе нужно научиться общаться. Тебе нужно то и это». Но этот человек не мог организовать даже общественную группу. И я сказал, «Приятель, у тебя докторская степень по коммуникациям, но никто не хочет слушать тебя. У тебя докторская степень по коммуникациям. Но у тебя уже третий брак». А в выборе тренера нам нужна мудрость. Аминь. Во-вторых, нам нужны соратники. Согласно Библии, это от трех до семи человек, которые хорошо знают вас. И вы настолько небезразличны им, что они поддерживают вас. А еще они хотят, чтобы вы менялись. Это ваши соратники. Они рядом. Они понимают, что вы делаете, и что проходите сейчас. И они говорят, «Я хочу, чтобы ты менялся. Если бы мне было все равно, я бы говорил с тобой и не просил тебя меняться. Если вы певец, и кто-то спрашивает, «Вы берете уроки вокала?» Если вы музыкант, то кто-то должен подсказывать вам, как стать лучше. Такой человек хочет видеть в вас перемены. Аминь. Нам нужны соратники, и они всегда рядом. Ваши жизни взаимосвязаны. Итак, перейдем к следующему пункту номер три. Это случайные люди. Я их называю нейтральными. Случайные люди. Это люди, которых вы не очень хорошо знаете. Но они вам нравятся. Вы считаете их прикольными. Приведу пример. Наши дети когда-то играли в футбол, и среди родителей других детей была пара, которая нам с Шерон очень нравилась. Мы виделись регулярно, на всех матчах, даже ездили куда-то вместе с командой. Всем нам нужны такие случайные знакомые. К сожалению, у многих людей слишком много случайных знакомых. Но нет ни тренеров, ни соратников. Никто не призывает их меняться и становиться лучше. Кстати, эти люди могут потом стать вашими соратниками. Если у вас нет случайных знакомых, то нет и кандидатов в новые соратники. А еще есть коллеги. На работе вам нужны коллеги, и коллеги будут у каждого из нас. Это люди, с которыми вы вместе работаете, трудитесь в обществе, или являетесь частью одной спортивной команды, или родительского комитета. Возможно, вы участвуете в социальном проекте, для которого нужна целая команда людей. Эти люди ведомы отношениями и умеют работать в команде. Как-то у нас в церкви был один сотрудник. Каждый раз, когда я общался с ним, то думал, что это замечательный человек. Но когда я общался с кем-то из его команды, у всех были к нему претензии. Проблема в том, что я старший пастор, и со мною все разговаривают красиво. Вы меня понимаете? Но если я вижу, что вы не можете поладить со своей командой, то у нас проблема. У всех нас есть коллеги, но нет смысла выбирать коллег, которые не ладят со всеми остальными. Аминь. Рано или поздно в жизни такого человека должно что-то измениться. Но тот человек не хотел меняться. Помню, однажды я говорил с одним человеком и просил его возглавить один из отделов церкви, и он ответил, «Я могу заняться этим, но пообещайте мне, что тот человек не будет вмешиваться, иначе я в этом не участвую». И тогда я понял. Это коллега, который не прижился в нашей команде. Вы меня понимаете? Мы говорили с ним, но никаких изменений не было. Поэтому будьте осторожны даже во взаимодействии с коллегами. Далее у нас идет номер пять. Вам нужны небезразличные люди в вашей команде. От них вы научитесь любить Бога, любить других, но все начинается с любви к себе. Аминь. Такой была Мария. Марфа была на кухне, прислуживала. Ее можно причислить с коллегами, но Мария была не такой. «О, Иисус, так хорошо сидеть у твоих ног. Я так ценю время, проведенное с тобой». Она небезразличный человек. И всем нам нужно помогать другим. Каждый из нас должен помогать другим. Аминь. Также нам нужны люди, чьим приоритетом жизни будем мы. Вы мне безразличны. Мы созданы от Далакс. Мне так это нравится. Вспомните Нотр-Дам. Когда этот прекрасный собор горел, я был поражен тем, как быстро люди начали жертвовать на его восстановление. То же было с Багамами. Я уже получил сообщение от моего друга, который занимается гуманитарной помощью. Прямо сейчас на Багамы летят многочисленные самолеты с помощью. Я только что получил от друга фото большого грузового судна с разными контейнерами, которые уже на пути на Багамы. Мне это очень нравится, потому что это отток. Но мне любопытно, есть ли в вашей жизни люди, которые так заботятся о вас, которые действительно искренне заботятся о вас. Мы умеем отдавать, но нам нужны те, кто будут давать что-то нам давать. Нам нужны люди, которые будут рядом в самые тяжелые и самые счастливые моменты. Ну а сейчас давайте перейдем к людям, которых нам нужно избегать, если мы любим себя. Одни из таких людей — это хроники. Кто такие хроники? Вы знаете, хороший пример хроника — это человек, пролежавший в купальне 38 лет. Иисус спросил, «Ты что, серьезно? Целых 38 лет? А ты вообще хочешь выздороветь?» И что он ответил? «Мне некому помочь». Всегда кто-то успевает войти в воду раньше меня. У него множество оправданий. Кто-то меня опередил. «Мне некому помочь». Думая об этих людях, я понимаю, что жизни многих христиан переполнены такими людьми. И мы должны быть очень осторожны, чтобы не проводить с хрониками все наше время. Для них жизнь всегда темная. У них ничего не получается. На юге мы называем таких людей «Благослови вас, Боже». Доктор Джон Таунсон пишет, что у них нулевой график обучаемости. Вы можете говорить с ними. Да я и сам это делал неоднократно. Я делился опытом в браке, в бизнесе или в здоровье. Мы встречались снова через две недели. Я давал им новые советы. Ну, например, составить бюджет или проходить для начала по два километра в день. Но у них всегда есть причина, почему они не меняются. Это хроники. Но я понял, что многие христиане буквально завалены такими людьми, которые никогда не делают того, что должны делать. Они держатся вас не потому, что хотят расти, а потому что вы положительный человек. Услышьте меня. Они рядом с вами не потому, что хотят расти. Им нравится быть рядом, потому что вы положительный человек. Вы для них антидепрессант. Средство, которое зажигает их, но лишь на мгновение. Вы поднимаете им настроение, но если вы не будете осторожны, то они могут занять все ваше время, не оставляя вам времени для тех, кто нужен вам. Вы меня понимаете. Так вы тратите все свое время на хроников, но не общаетесь с тренерами, соратниками и небезразличными людьми. Вы улавливаете мою мысль? С хрониками нужно проводить лишь ограниченное время. Ограниченное время. То есть не проводите с ними время каждую неделю. И последняя группа людей в этой книге, кстати, очень рекомендую вам изучить все досконально самим. Эту книгу написал христианин по имени Джон Таунсон вместе с Генри Макдауэллом. Они написали прекрасную книгу о границах в отношении. Очень и очень рекомендую вам прочесть ее. Итак, последняя группа — это загрязнители. Эти семь групп людей будут постоянно фигурировать в вашей жизни. Я понимаю, что некоторым из вас некомфортна эта тема. Я этому рад, потому что я хочу, чтобы вы задумались об одной из величайших заповедей. Вы должны любить Господа всем сердцем, всей душой, всем разумением и всей силой. Многие пасторы тратят почти все свое время на то, чтобы служить разбитым людям, но нам нужно служить всему городу. Аминь. А еще многие из нас не понимают, что значат слова «люби ближнего своего, как самого себя». Если вы хотите поддерживать других, то вам самому нужно функционировать. Вам нужно делиться своей силой и не оставаться при этом пустым. Библейский пример загрязнителей — это авиасолом. Иными словами, его присутствие в вашей жизни хуже, чем его отсутствие. Он токсичен. Дух авиасолома имеют загрязняющие, очерняющие и зловещие намерения по отношению к вам. Вы должны понимать, что вам не нужно проводить время с людьми, у которых зловещие намерения по отношению к вам. Такие люди плохие, и они хотят навредить вам. Они могут разделить вашу душу и вашу семью. И если вы будете проводить с ними время, то они будут заражать вас. Аминь. Мне бы хотелось, чтобы вы составили свой список. И мне интересно, какую группу вы бы смогли заполнить очень быстро. Я вам гарантирую, что много хороших и искренних людей увидели бы, что у них переполнены последние группы. Они проводят много времени с теми, кого они меняют и преображают. Но я хочу призвать вас к тому, чтобы вы прилагали больше усилий к тому, дабы находить соратников, коллег и тренеров. Вы смотрите на того, у кого есть тренеры, люди, которые делают вклад в мою жизнь. Пол Диол был, несомненно, одним из моих тренеров. Пол сказал бы, что я тоже для него тренер. Еще есть человек по имени Дон Личи, он тоже мой тренер. Когда в моей голове бардак, я говорю, доктор Дон, помоги мне разобраться с этим. Нам всем нужны такие люди, чтобы мы могли любить других, как мы любим себя. И так кратко хотел бы повторить вам все эти группы. Номер один, всем нам нужны тренеры, те, у кого есть хороший послужной список. они должны быть доступными и открытыми. На них мы хотим равняться, а они готовы тратить на вас свое время и силы. Именно такие люди нужны нам, у которых прекрасно получается то, чем они занимаются, и они могут научить нас этому. Во-вторых, нам нужны соратники. Согласно книге, от трех до семи человек это те, кто помогают нам, знают нас хорошо, и вы настолько небезразличны им, что они поддерживают вас. Далее, номер три, это случайные люди. Мы называем их нейтральными. Это люди, которых вы не очень хорошо знаете, но они вам нравятся. Вы считаете их, скажем так, прикольными. Четвертый тип, это ваши коллеги, те, кто на работе, рядом с вами. Эти люди ведомы отношениями и умеют работать в команде. Номер пять, вам нужны небезразличные люди в вашей команде. И, наконец, последний тип, люди, которых вам нужно избегать. Это хроники. Аминь. Прославьте Господа. Надеюсь, это слово было актуальным для вас. Я хочу поговорить с вами. Забудьте о других. Настало время поговорить с глазу на глаз. Знаете ли вы Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Я молюсь о том, чтобы каждый, кто не знает Бога, познал его. Я проповедую более 35 лет, но так и не смог как следует описать то, насколько прекрасен Иисус, как сильно Он любит нас. У Него есть план и цель для нашей жизни. Нам нужно лишь открыть Ему свое сердце. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не выбьет дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его. Почему бы вам не сделать этого сейчас? Возможно, вы когда-то ходили с Богом в молодости. Бывает всякое. Жизнь это не просто работа, счета. Поймите, что Бог дал вам цель и судьбу. Вы не призваны просто существовать. Поэтому помолитесь со Мною от всего сердца. Скажите эти простые слова. Господь Иисус, я прошу Тебя прийти в мою жизнь, простить мои грехи. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. И молюсь Тебе. Аминь Если вы повторили эту молитву, то зайдите, пожалуйста, на наш сайт stevekelly.tv касая гифт. Расскажите нам о том, что вы приняли это решение. Я написал книгу, которая расскажет вам о том, как обрести взаимоотношения с Иисусом. Просто расскажите нам о своем решении, и мы вышлем вам этот замечательный подарок. Мы хотим пригласить вас на следующей неделе снова. Кроме того, вы можете посетить любой из наших кампусов. Бог bless.